я вас всех приветствую попали на мой канал дядя некит сегодня с вами будет очень интересный видеоролик дэйв кассива 6 сезон 1 инсайда сегодня я даже решил так сказать при одеться специально для этого момента потому что очень ответственный и важный момент в истории этого проекта дэйв кассива и в истории этого канала потому что сегодня будет очень много информации который не было до этого в прошлых сезонах ведь 6 сезон я нигде не анонсировал нигде не говорил говорил только себе своему брату потому что мы с ним вдвоем являемся президентами так сказать этого футбольного клуба будет совсем по другому сценарию проходить их по-другому в другом формате в другом ключе и самое что интересно мне получилось объединить мою любимую игру фифа 22 мобайл и туда и в косилу и конечно же вас то бишь я все интересы учел всех зрителей и в целом вас давайте уже наконец-то начинать с вас я жду от просто бешеной поддержки бешеного актива потому что 6 сезон мужики 6 сезон да как бы многим не хотелось но официально сегодня на момент снятия этого ролика не знаю когда его выложу короче март 22 год радует тем то что да и в косила возрождается и немножечко в другом ключе возрождается и проект да и в косила будет жить дальше давайте начнем с того предисловие так сказать то что видос не будет длинный и хотелось бы все 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 по своим полочкам расставить хочу начать с того что да и в косила живет это 5 сезонов то есть это сейчас будет 6 сезон прошлые пять сезонов для в косила играла дворовых каких-то турнирах чемпионатах периодически часто их побеждала и в основном и везде побеждали где только играли стали лучше дворовой команды москвы 2020 2021 мы в целом очень много различных всяких призовых штучек у нас имеется очень много футболистов которые играли за дэв косил сейчас продолжают свое выступление либо за профессиональные команды либо за другие команды нашего двора то есть мы их как бы без команд тоже не оставили но 21 год внес свои коррективы вы не только мои планы но и в планы других участников ведь очень много футболистов да и в косилы и я самый главный представитель этого клуба переехал и что остается делать в этой ситуации и на это все раздумья у меня ушел целый год то есть мы переехали в апреле 21 и сейчас март 22 я только сейчас понял какой лучше сделать формат и как лучше и по-другому этот проект дальше развивать мы конечно же еще играли какие-то там тренировочные матчи какие-то там выставочные там без сезона и это все было не то это вы сами это даже видели ощущали что это не тот уровень что был ранее в проекте дфк сила и в итоге своим магическим умом я придумал то что я не хочу никого обделять и также не хочу завершать этот проект ведь если вы помните то что я сказал в ролике дфк сила конец или нет я сказал то что если я до весны 22 не придумаю то этот футбольный клуб я передам в руки какому-нибудь другому владельцу который будет развивать эту футбольную команду даже готов был за бесплатно не просто отдать но как-то по воле судьбы я придумал подходящий сценарий который подходит абсолютно всем и даже вам потому что именно вы сможете принять участие в каких-то матчах да и в кассивы у нас с вами двадцатый год сейчас у нас не очень как бы оптимальное время играть матчи на улице потому что многие сами прекрасно понимают у кого-то войны у кого даже просто коронавирус у кого-то переезд и всех собирать как раньше я тоже уже устал потому что многие не знали но пять сезонов я просто вместе с ильясом особенно собирали просто все каждого обзванивали а это уже не должно было быть так то что мы футбольная команда они должны все сами прекрасно понимать когда его сколько приходить поэтому мы решили вернее я решил так сказать придумать что-то новое возможно многие не знают но первые три сезона я был президентом дфк силы 4 5 сезон у нас добавился совладелец дфк силы и это илья сафин он помогал нам в развитии и если по простому выражаясь мы делили 50 на 50 то есть 50 на 50 то есть все победы все кубки возможно даже какой-то доход мы делили пополам потому что он стал совладельцем он помогал в развитии он помогал в организации и какой-то даже момент казалось что даже намного лучше выполнять свои обязанности а такой жизнью стали не только мы соль я со мной и другие и скорее всего ну как бы уже все досталось плюс переезд и сейчас устраивать мы хотели шестой сезон проводить таком же формате футбольном но сейчас по новой все собирать это бюджет это все и мы до сих пор не нашли спонсора которые могут спонсировать дфк силу и связи с этим я пришел к выводу тому что надо проводить попроще впервые в истории youtube впервые в истории какой-то футбольной команды просто там кого-то чего-то короче это впервые такой в истории будет проект связан киберпроект то есть когда поначалу эта команда начиналась как футбольная то есть она начинала играть на коробках во дворе и сейчас она потихонечку превращается в киберкоманду честно вам все поподробнее объясню и не просто так затронуть темы фифы 22 мобел поэтому давайте реально сейчас внимательно слушать мы будем играть матчи против соперников в нашей лиге лига у нас называется дядя некий тим но совсем скоро я переименую на дфк сил состав лиги будет периодически ротироваться то бишь мы будем играть наши матчи до воображаем который должны были играть в реальной жизни будем теперь играть виртуально фифе мобел в нашей лиге рассказываю еще и делаю я набираю лигу который будет называться дфк силы там уже кстати 32 участника 32 из 32 больше никто не сможет вступить но если вдруг какое-то место будет уходить мы обязательно будем приглашать новых участников будем проводить турниры не между нами будем проводить турниры между другими лигами и другими командами фифа мобайл и будем проводить турниры 6 на 6 12 на 12 32 на 32 ну то есть вы понимаете да то есть любой формат который подходит в этом организации этот 6 сезон будет дистанционном формате возможно многие не знали надо и в косил уже было в плане в планах такое проводить а один сезон дистанционно и это был 4 сезон когда весь мир сидел в коронавирусе весь мир сидел в карантине никто не мог никуда выходить там запрещали просто даже покидать дом запрещали выходить в магазин и мы хотели проводить 4 сезон дистанционно но мы не знали как это сделать сейчас же в итоге мы кстати 4 судны together ни футбольной тематики но сейчас на полном серьезе мы даже не собираемся рассматривать Love другие сценарии мы сейчас будем рассматривать только дистанционный формат потому что я уже на него настроился и очень многие люди которым я уже сообщил эту новость настроились на дистанционный формат следующий инсайт то что голые которые будут забиты в турнире они не пойдут в общую копилку за все сезоны да и в косила возможно вы не знаете многие знают что наши команды есть общая копилка забитых голов есть лучшим бомбардиры есть лучше ассистенты есть самый сухой вратарь самый мокрый вратарь до который больше себя пропустил и вот эта общая статистика за все сезоны в итоге статистика за 6 сезон она не пойдет в общий сезон и потому что тут непонятно как считать голы что вы понимали в реальном футболе намного сложнее забивать головы чем в виртуальном виртуальном футболе мы будем просто по 6 сезона конкретно судить проведем в шестом сезоне таких вот 5-10 матчей то бишь 5-10 турниров лиги мы проведем шестом сезоне да и в косила рассказывать теперь как это все будет проводиться каждый из вас сможет сыграть за да и в косила дистанционном формате виртуальной фифе мобэ для этого всего лишь нужно вступить мою лигу она уже пополнилась поэтому еще раз повторюсь если какие-то позиции будут уходить буду новых приглашать участник для этого будем набирать лигу потом играть матчи и поначалу мы будем играть турнир наш 6 на 6 и потом будем так вот по нарастающей делать и в итоге тем самым мы с вами постараемся вместе дружненько среди моих подписчиков разведы в косилу не только в реальном футболе но и в медиа ресурсах всяких еще раз повторюсь это впервые такое когда какая-то медиа команда медиа какая-то команда выходит из реального футбола в киберфутбол да так сказать возможно просто сейчас очень сложно объясняю но на по на деле по факту звучит очень легко и тем самым мы будем побеждать либо проигрывать либо играть ничью в этих турнирах лигах и будем играть с абсолютно рандомными соперниками которые нам будут попадаться и понятное дело все это я буду снимать себе на канал я буду снимать сам процесс игры в этой лиге я буду сам играть лигу у нас будут четкие даты на планированные то есть например там 24 марта у нас турнир лиги потом там передышка два-три дня потом еще один турнир лиги и за счет этого мы с вами будем так сказать постараться завоевывать виртуальное чемпионство и в итоге если мы будем играть все таки 10 турниров лиги то бежда 10 матчей так сказать если так выразиться что же делать с чемпионством как же нам его получить а давайте решим все это максимально по 10 матчей то бишь нам нужно выиграть 9 матчей из 10 то есть допускается всего одно поражение в турнире лиги и тогда мы чемпионы 6 сезона и это мы сделаем вместе с вами а если мы станем чемпионами шестом сезоне в киперфутболе да так сказать то я всем вышлю в личные сообщения или еще куда-нибудь такие специальные сертификаты до которые я сам придумаю и я вы вышлю письмо благодарности так сказать о том что вы посодействовали развитию футбольного клуба дфк сила и дфк сила вас не забудет на самом деле звучит это все очень сложно но по факту это реально легко просто также мы продолжаем с вами играть фифу мобайл 22 также турниры лиги но при этом мы с вами это немножко интерпретируем в дфк сила потому что я не хочу чтобы такой проект когда и в кассе умер а для меня это очень важно для меня это все сердце просто обливается крови когда понимаю что у нас просто простаивает команда а так она хотя бы будет двигаться и развиваться хоть в каком-то направлении и это очень прикольные инициативы я считаю должны многие поддержать это во-первых развеет во-первых сейчас у нас 21 век век цифровых технологий века интернета век каких-то там игр компьютерных и мы с вами уже пять сезонов оторобанили завоевали все что только можно и двигаться уже в нашем направлении уже бессмысленно потому что также шестой сезон мы бы взяли и седьмой и никакого интереса смотреть не было бы это как вот барселона 2012 вот какой смысл было смотреть барселона 2012 когда она постоянно брала трофеи сейчас делаем очень интересно и проводим всякие различные будем проводить турниры лиги название команды остается логотип команды остается ничего не меняется абсолютно просто меняется немножечко концепция проведения сезона доивка силы чуть-чуть меняется формат и теперь именно вы сможете поучаствовать а теперь давайте обсудим что же нам делать со списком лучших бомбардиров и так далее по итогу шестого сезона по итога 10 турниров лиги или там сколько я еще определю количество точных матчей мы с вами определим кто является лучшим бомбардиром лиги а это все очень просто сделать я буду после каждого турнира лиги подсчитывать забитые голы то есть там когда вы играете лигу там пишет сколько вы забили голов там 37 56 120 и вот я буду это все считать суммировать суммировать и в итоге к концу шестого сезона я подведу итог и скажу кто является лучшим бомбардиром кто за больше всех наколотил голов во вражескую территорию понятное дело что в общую копилку это не пойдет потому что это немножечко сейчас другая концепция но это пойдет в следующий формат потому что если этот формат вам зайдет и если вы захотите чтобы 7 и 8 сезон доивка силы проводилась таком же формате то мы обязательно с вами будем тогда делать общую копилку только уже дистанцион щеков то есть лучшие бомбардиры дистанционного сезона доивка силы все очень просто поэтому я всех жду в своей лиге доивка силы которые уже переименуются скорее всего к началу выхода этого ролика и всех я вас жду уже будем проводить скоро первый наш матч первый наш турнир лиги первый наш так сказать официальный май шестого сезона я просто знаю как это правильно назвать я также буду продолжать это снимать на этот канал а снимать я буду это уже немножко другом ключе в сам ролик войдет именно как я играл эти все свои матчи в этой лиге до например попалась да и в кассели какая-нибудь условно там обвгд и когда команда который на турнир лиги я вот буду играть все эти матчи снимать это на видео от своего лица и потом в конец видео я вставляю результат победили мы или не победили также буду подводить итоги также буду объявлять после каждого выпуска матча турнира лиги лучшего бомбардира выпуска лучше бомбардиры турнир лиги все очень просто поэтому я реально надеюсь то что вам такой формат зайдет и вы захотите чтобы порт дальше да и в кассели жила а в каком ключе в каком смысле это уже не важно главное что проект будет жить проекта не умер и наконец таки вот в эту голову пришла очень интересная мысль который я надеюсь реализовать и который станет успешной и еще раз повторюсь мы первые опять же даже здесь мы первые опять же даже здесь мы ставим рекорды то что мы самые первые кто решились на эту всю систему и мы первые кто перевели футбольную профессионально так сказать команду в фифу мобайл или же просто фифу надеемся то что сейчас ничего не помешает надеемся то что сейчас все будет хорошо и надеемся хотя бы не провалить наш этот шестой сезон потому что может получиться так что за 10 матчей за 10 турниров лиги мы проиграем все десять и тогда это будет самый провальный еще хуже чем третий но зато это тоже опыт поэтому все с вами был дядя некит пишите в комментариях рады ли вы такой новости или нет ну и конечно же ждите новых интересных роликов про дфк силу возможно следующий ролик будет связан именно с участниками кто будет участвовать в лиге в дфк силе вот в этой да поэтому все спасибо мужики всем пока силу и честь бейся за двор и теперь уже бейся за фифу